Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Представляем вашему вниманию краткий, если кто-то скажет, что это не так, я настаиваю краткий курс по доменам. Вообще казалось бы, ну что домен, что про него говорить, зарегистрировали и пользуюсь. Но я попробую осветить все вопросы, касающиеся доменов, а в таком разрезе курс действительно предельно краткий. В работе над курсом мне помогали, редактировали работу два крайне компетентных человека. Старший менеджер по работе с заинтересованными сторонами в странах Восточной Европы и Средней Азии ICAN Михаил Анисимов. И начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями координационного центра доменов RU-RF Георги Георгиевский. Что такое ICAN и координационный центр вы узнаете буквально из следующего видео и поймете, что их мнению можно доверять. Что касается доменов. Определение. Домен — это область на магниченности в ферромагнитном кристалле. Но правда это из области магнетизма. Вообще домен, как я вчера выяснил, в стриме и очень вам советую его посмотреть. Ссылка в описании. Стрим как раз с Михаилом и Георгием. Так вот я выяснил, что домен в переводе, например, с английского — это область-территория. Это не объект. Поверьте, это важно в понимании сути домена. Опять же, смотрите стрим. Если говорить уже применительно к теме курса, то домен — это символьное имя, служащее для идентификации областей, которые являются единицами административной автономии в сети интернет. В составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждый из таких областей называется доменом. Определение из википедии, но вполне годное. Правда, на слух, я думаю, ничего не понятно. Расшифровываем. Изначально и, кстати, до сих пор все компьютеры в сети имеют IP-адреса. IP-адрес выглядит вот так. Это имя компьютера, ну это IPv4, сейчас вводится новый стандарт IPv6, там ими выглядит по-другому, но это не важно. Да и вообще, я все предельно сейчас упрощу, потому что все, конечно же, гораздо сложнее и не все компьютеры имеют IP-адреса. Есть динамические IP-адреса, то есть меняющиеся. Есть сетки, где несколько компьютеров выходят в сеть под одним IP-адресом. Не суть. Если очень упрощенно, у каждого компьютера свой IP-адрес, а так как сайт физически лежит на компьютере, у него тоже есть свой IP-адрес. То есть у каждого сайта свой IP-адрес. Теоретически, если знать IP-адрес сайта и набрать его вот здесь в адресной строке, то вы попадете на сайт. На заре интернета, кстати, так и было, но как вы понимаете, запомнить один IP-адрес самого полюбившегося сайта можно, а вот запомнить 10 или 20 почти невозможно. Если вы не герой фильма «Человек дождя». Поэтому уже в ARPA.NET для IP-адресов придумывали какие-то буквенные эквиваленты. Ну то есть имена. Нет, имя – это IP-адрес. Кличка. Грубо. Обозначение, да. Обозначение, которое соответствовало IP-адресу и по телефонному звонку записывалось в файл hosts.txt, который в единственном экземпляре лежал в Стэнфорде. С ростом интернета количество IP-системы телефонных записей в hosts начала давать сбои. И появилась Domain Name System – система доменных имен со своей структурой, архитектурой и спецификацией. То есть распределенная иерархическая система, созданная для получения информации о доменах и сопоставлении их с IP-адресами. Собственно, об этом и пойдет речь в нашем курсе. Конечно, мы коснемся и теоретических вопросов. В частности, в следующем уроке мы поговорим об этой системе, роли и значения ICANN и национальных регистраторов. Но уже там можно будет почерпнуть практические знания о том, что в чьей юрисдикции находится и, соответственно, в какой доменной зоне и у какого регистратора стоит регистрировать домен в зависимости от ситуации. Далее мы зарегистрируем домен и коснемся вопросов, связанных с выбором доменного имени. Что влияет на выборы и какие есть, в том числе опасности выбора. Регистрировать мы будем на nick.ru. Это не реклама, а просто это самый распространенный регистратор. Поэтому разбирать интерфейс мы будем на примере nick.ru. Но у большинства регистраторов основные функции и даже интерфейсы схожи. В пятом уроке поговорим о нейм серверах. Это главное, к чему получает доступ владелец домена. Собственно, запись на нейм серверах и указывает запросу, куда лететь в поисках IP-адреса. А сами записи на нейм серверах мы рассмотрим в седьмом уроке. Называются они ресурсными, записями и дают возможность владельцу домена очень тонко настраивать маршрутизацию по доменам и под доменам. Но прибегать непосредственно к ресурсным записям не всегда целесообразно. Часто основные вопросы можно решить на стороне хостинг провайдера, если прописать его на им сервера и в частности один из самых распространенных запросов, а именно запрос на регистрацию под домена и заведение его на какую-то директорию на сайте мы рассмотрим в предыдущем шестом уроке. Ну и по теперь уже традиции закончим наш курс с вопросами безопасности, а именно как подключить доступ к сайту по защищенному протоколу HTTPS. Для этого нужен SSL сертификат и я расскажу, где взять и как установить бесплатный SSL от Let's Encrypt. А также поговорим о DDoS, атаках и сервисе Cloudflare в связи с этим. Поговорим моньяла и анонимной регистрацией доменов. И даже коснемся, если хватит времени, технологии I2P, где тоже есть свое подобие доменов, но там уже не действуют никакие законы, кроме законов совести и чести. Шутка. Все, следите за анонсами, курс обещает быть интересным и, главное, полным.